Анастасия Березовская Какой материал интересный? Это листы вспененной резины. Ее называют пластичная замша, ревелюр, искусственная замша. Он принимает при нагревании любые формы, какие мы можем задать. Нам понадобятся ножницы, проволока флористическая, молды для придания реалистичности листочкам, тычинки, суперклей. Нам нужны будут губки и пастель для придания цвета и тона нашему изделию, выкройки, листочек бумаги. Еще нам понадобится утюг. Температуру какую на утюге выставляем? Температура нам нужна сейчас самая высокая, это троечка. Нам нужно отрезать небольшой кусочек фоамирана. Мы его будем предварительно истончать. Кладем лист фоамирана между листами бумаги и начинаем проводить горячим утюгом прямо по этому листу сверху. Несколько секунд с одной стороны переворачиваем и проглаживаем с другой стороны. Он у нас истончается и становится более податливым. Теперь мы берем нашу выкройку, накладываем на истонченный фоамиран и обводим по контуру. Можно обводить зубочисткой. Я не использую здесь намеренно карандаши или ручек, потому что они оставляют грубый след, который портит готовый вид изделия. Теперь мы вырезаем по этому контуру. Цветочек готов. Теперь нам нужно придать ему форму. Сперва мы его сложим пополам и все лепесточки загнем на один. Верхнюю капельку, которая у нас серединка, нужно прокрутить в пальцах. Таким образом мы придаем выгнутость нижней части нашего цветочка. Верхнюю часть лепестков тоже можно собрать в кучку и перекрутить. Теперь мы разворачиваем, распрямляем наш цветочек, и он уже будет похож на живой. Очень красиво. Но это еще не конечный вид цветка. Мы еще каждый лепесточек сейчас обработаем круглым стеком. Нежным нажатием и проглаживанием я делаю вот такие вот углубления. И он становится у нас выпуклым. Более реалистичным. Можно взять большую бусину. Главное условие, чтобы она была гладкой и не цепляла, не порвала наш фоамиран. Для имитации тычинок мы возьмем вот такие вот уже готовые тычиночки. Нам нужно затонировать их, сделать более реалистичными. Для этого мы возьмем губку и желтую пастель. На губку просто натираем пастель. Легкими движениями окрашиваем верхушечки наших тычинок. Чтобы собрать тычинки в пучок, нам нужна белая проволока. Проволоку я складываю пополам и в получившуюся петельку вкладываю тычинки. Мы скрутили. Получился вот такой вот, да? Да. Но этот ёршик довольно большой для нашего цветка. Нам его нужно укоротить примерно наполовину. Это мы сделаем с помощью тейп-ленты. Это флористическая лента. При растяжении она становится липкая, как изолента. Теперь нам нужно сделать дырочку в нашем цветочке. И в это отверстие вставляем наш стебелек. Теперь цветочек нам нужно зафиксировать на стебле. Капаем каплю клея в серединку цветка. И прижимаем вокруг стебелька. Наши цветочки готовы, но и им не хватает зеленых листьев. Сейчас мы сделаем свежие листики. Кладем молд на доску. Нагреваем. Материал у нас должен нагреться хорошо. Он становится слегка выпуклым. И быстрым движением кладем на молд и прикрываем рукой. Когда он остыл, значит листочек готов. Теперь мы берем выкройку нашего листика. Прикладываем по центральной прожилочке. Обводим также зубочисткой и вырезаем. Вот такие листочки у нас получились. Но они еще недостаточно живые. Чтобы они стали у нас настоящими, их нужно еще затонировать. Пастель берем под цвет листочков. Нет, пастель мы возьмем красного цвета. Смешиваясь с зеленым, красный дает более нежный коричневый оттенок. Листочек нам теперь нужно посадить на стебелек. Для этого мы возьмем проволоку зеленого цвета, обмакнем кончик в клей, прикладываем к основанию нашего листика и прижимаем руками. Чтобы создать красивое украшение, например, веночек, нам понадобится 20-30 вот таких цветков и таких же листочков. Это же сколько времени нужно, чтобы их сделать? Терпение и труд. Вот такое большое количество цветочков у нас получилось. И теперь нужно собрать их в венок. Каждый цветочек один за другим с помощью тейп-ленты мы приматываем к основе проволоки. В любой последовательности как того просит наша душа? Да. В конце нашего венка мы делаем петельку, загибаем проволоку и обматываем тейп-лентой. И в петельки наших концов мы вставляем ленту. Она поможет нам регулировать размер венка. Теперь мы здесь завязываем красивый бантик. И наш венок готов. Наши цветы совсем как живые, но главное их отличие от живых, они никогда не завянут, не поблекнут и будут служить вам в качестве украшения долгие годы. Такие цветы вы можете использовать не только на венки, но можете также посадить цветочек на браслет, можете его сделать на заколку или гребень, а можете сделать даже серьги. Хотите снова увидеть этот выпуск фабрики рукоделия? Тогда добро пожаловать в интернет, на сайт телекомпании ТВИ и в нашу группу в социальной сети. А новая фабрика рукоделия уже ровно через неделю. Счастливо! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова